Черная пятница 28 февраля оказалась не такой уж и черной, серой может быть, но не более. Падение на российском фондовом рынке, вызванное экстренными продажами на мировых площадках, сегодня утром приостановилось. Индекс московской биржи на открытии прибавил 2%, РТС вырос на 3%, отыграл потерянный рубль. Вот только продолжился рост недолго, за ним снова снижение, доллар и евро подорожали, причем европейская валюта до годового максимума. Ну да, владельность есть, но все же не обвал уровня пятницы. Замечу, что причина смятения на мировых рынках в пятницу никуда не делась, это коронавирус, но паники все же больше нет. В целом, ситуация в России с коронавирусом, судя по официальным сообщениям, спокойная. Министр культуры Ольга Любимова сегодня заявила, ситуация с коронавирусом пока никак не повлияла на график культурных мероприятий в России. Для сравнения, во Франции, например, отменили все мероприятия в помещениях численностью более 5000 человек. По словам Любимова, министерство аккуратно следит за новостями, а сейчас скорректируется ряд графиков, но пока совершенно нет ничего существенного. Сохраняет спокойствие и вице-премьер Марат Хуснулин. По его оценке, пока рано говорить о рисках привлечения иностранных рабочих из-за коронавируса. То есть большой стройки, получается, пока угроз нет. Но риски, связанные с этой заразой, все-таки повлияют на подготовку бюджета на следующий год. Это уже заявление главы кабинета министров Михаила Мишустина. Действительно, коронавирус существует, и забывать о нем рано. Сегодня оперативный штаб по борьбе с этой заразой подтвердил у недавно вернувшегося из Италии россиянина, который находится в московской инфекционной больнице номер один, коронавирус. Его состояние, между тем, удовлетворительное. Заболевание проходит в легкой форме. Все, кто с ним общался, находятся под меднаблюдением. Кроме того, заболевание подтвердили у иностранца, который следовал транзитом через Москву и из Ирана в Китай. Но вообще же всемирная организация здравоохранения высоко оценивает усилия России по профилактике коронавируса. Как заявила представитель ВОЗ Милита Войнович, ситуация в Москве нормальная, а Россия очень хорошо подготовлена к недопущению распространения болезни. При этом нашим согражданам не стоит забывать о личной гигиене. Самое главное, что сейчас все могут, каждый индивидуальный человек, предпринимать. Это абсолютно гигиена. Мы об этом очень много говорили. Об этом и наш генеральный директор. Все практически поставляют это. И очень большая роль с ним, чтобы это предупредить. Это первое. Хорошо мить руки. Даже абсолютно после каждого, где вы находите в общем пространстве, руки надо хорошо мить. Нет касации губ, рота, лица, носа и глаз, потому что так переносится вирус. Это два главных шага. Третье. Если человек заболел, если нет любых респираторных симптомов, нельзя ему идти в общество. И при этом еще не надо, чтобы он куда-то путешествовал. Если у вас сомнения, или вы были в каком-то контакте, или нет, надо обратиться к телефону надлежащему медучреждению, который посоветует вас. Не надо просто зайти с 39 температурой медицинского учреждения, потому что возможность тогда инфекции всех окружающих очень большая. Наши соотечественники в принципе демонстрируют народическое спокойствие относительно коронавируса. Новый опрос Левада-центра. Он показывает, что по итогам февраля 35% респондентов скорее не опасаются заболеть китайским вирусом. 33% определенно не опасаются. «Определенно да», сказал лишь каждый десятый. Ну это и заметно. Посмотрите, что происходит в Италии. Прилавки магазинов опустили. В Азии то же самое. У нас, ну да, в аптеках масок не найти, но никакого нездорового ажиотажа нет. И вот с чем это связано? Заболезнь кажется чем-то далеким, чем-то тем, что касается других жителей других стран, прежде всего Китая, разумеется. И поэтому нету опасений того, что в принципе это сейчас станет угрозой номер один для нашей страны. Около половины россиян говорят, что чаще следит за гигиеной стало после того, как новости о коронавирусе стали уже темой номер один, и люди об этом постоянно слышат. И в целом считают, что этого, наверное, достаточно. В ЕС на этой неделе пройдет экстренной встречи министров здравоохранения стран Союза. В общем и целом в Евросоюзе на данный момент 2100 случаев заражения, и в 18 странах 54 человека умерли. Подробнее о ситуации с коронавирусом за рубежом поговорим чуть позже в нашей программе. Редактор субтитров А.Семкин